Здрасте! Сегодня я расскажу про то, как разнообразить звучание при помощи шума. Приём очень старый, наверное, не самый сегодня популярный, но всё же он имеет место быть. А почему я об этом решил рассказать? Ну, потому что я слышал недавно работу, и не одну, кстати, в которой шум звучал не очень хорошо. Он обращал на себя много внимания и был не таким красивым. В общем, разберёмся сегодня, как сделать из шума стерео. И давайте для начала послушаем. Шум я генерировал просто вот так. Это обычный white noise. Шум может звучать красивее. Для того, чтобы он стал звучать красивее, нужно сделать его в стерео. Привычный для нас пример — это метод хааса, когда мы просто задерживаем один канал. Но! Немного про метод хааса. То есть это задержка между левым и правым каналом. Здесь есть небольшой минус в этом методе. Объясню, в чём он заключается. Дело в том, что у нас система слуха бинуруальная. То есть у нас есть два уха, и они расположены по краям нашей головы, как бы на 180 градусов. И если объект находится слева, то звук от него будет доходить чуть раньше, чем до правого уха. То есть от источника звука, я имею в виду. И часто, когда вы используете данный метод в своих работах для расширения, например, хай-хетов, это нормально. То есть, ну, да, немного смещается стерео панорама влево или там вправо, и это звучит нормально. Но на самом деле это не очень хорошо. Потому что если мы хотим, например, оставить инструмент в середине, но сделать так, чтобы он у нас был стерео, такой метод может не подойти. Конечно, можно потом выкрутить ещё панорамой, но это всё хрень. И регулировка фазы тоже не особо хорошо работает. Я что-то ушёл как-то далеко. Теперь давайте мы посмотрим на то, как из этого звука сделать немного звук более интересный. Нужно сделать банальное копирование, то есть клонирование, и просто развести по каналам. Давайте послушаем шум теперь. Теперь он звучит в стерео. Давайте послушаем, как было до. И после. Таким образом, шум становится намного интереснее. Ну и послушаем его в треке. Давайте я ещё раз сделаю моно. И опять стерео. Подключим дополнительный сайдчейн. А также, чтобы сделать звук более мягким и плавным, нужно обрезать низкие частоты. На самом деле, белый шум занимает весь спектр частот. И поэтому здесь вот такой полосой просто обрежем излишний верх и излишний низ. Вот таким образом вы можете добавить в ваш трек немножечко стереоизюминки. Всем спасибо за просмотр. Кому понравился ролик, ставьте лайк. И до новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!